Дорога читатель, уверуй в Господа Иисуса Христа. Покайся. Отрекись от Сатана и всех его дел. Поторопись заключить договор с Небесным Царством, чтобы твое имя было записано в книге жизни, и чтобы ты не был брошен в огненное озеро, чтобы тебя не застала вторая смерть, а чтобы ты наследовал вечную жизнь. Перечисленные в мирном договоре грехи взяты из Библии, где описаны также и множество других грехов. Когда покаешься, читай и исполняй священное писание, чтобы тебе было хорошо на земле, и чтобы ты имел вечную жизнь на небе. Дай благословить нас Господь. Мирный договор с Небом Во имя Отца, Сына и Святого Духа, перед всем видимым и невидимым миром и перед этими свидетелями, я отрекаюсь от Сатаны, от лжепророка и от Антихриста. Отче Святый и Праведный, Творец и Властелин Вселенный, прошу Тебя, во имя Твоего Единородного и Возлюбленного Сына, Который есть мой Господь и Спаситель, прими меня как одного из Твоих слуков и как блубного сына. Посмотри на меня через жертву Божьего Агнца, Господа Иисуса Христа. Окропи меня кровью Христа, ом и меня от всех моих грехов и беззаконий, и исцели меня ранами его. Господь Иисус Христос, спасибо Тебе, что Ты умер за мои грехи, неправды, беззакония, пороки, воскрес для моего оправдания, что Ты взял на себя мои немощи и понес мои болезни и страдания, которые я полностью заслуживаю, потому что я нарушал заповеди Божии, не считался с предупреждениями Святого Духа и Святого Писания, осквернял свой ум, сердце, тело, искал сверхъестественные откровения, утешения, исцеления и спасения вне Тебя, у моего врага Сатана и его служителей. Мой Спаситель, я принимаю Твое приглашение, в котором Ты говоришь. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою Вас. Матерь. Я обременен множеством грехов, сомнений, страхов, болезней и страданий, которые постигли меня, потому что я бунтуюсь против Бога и Его заповеди. Признаю свою полную безусловную капитуляцию. Прихожу с верой к Тебе, без каких-либо заслуг или претензий. Хочу заключить мирный договор с Небесным Царством, чего делаю абсолютно свободно, без какого-либо принуждения с чьей-либо стороны. Господь, я почитаю моих родителей и прародителей до четвертого рода, но я отрекаюсь от их грехов, беззаконий, неправок и пороков. Если из-за их грехов или произнесенных ими против меня клятв и заклинаний, или из-за пролития имени вины крови, я попал под проклятие, прошу Тебя разрушив проклятие и заменить его благословением. Если против меня произнесены магические клятвы или заклинания оккультистами, антихристами, или какими-либо слугами Сатаны, прошу Тебя разрушить их. Я верю, что для сего Ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Господь Иисус Христос, разрушь все дела дьявола в моей жизни. От всего сердца я прощаю всем людям, которые меня оскорбили и обидели. Прошу Тебя, чтобы Ты их простил. Если я попал под проклятие из-за совершенных мною грехов, прошу Тебя, прости мне все грехи и освободи меня от всякого зла. Я отрекаюсь от лживых религий, языческих суеверий, сатанинских и юридических учений, которые искажают Божие Слово или противоречат Ему. Отрекаюсь от лжеучения Муна, бахаистов, Петра Днова, Елены Уайт, мормонов, иеговистов, кришнаитов и так далее. Если я имею их литературу, я уничтожу ее. Отрекаюсь от магии, чародейства, спиритизма, медиумов, медитации, от предсказаний или чтений мыслей посредством сексуальных или лживых духов, как и от установления какой-либо библейской связи с потусторонним миром, который осуществляется посредством падших ангелов, дьяволов, представляющихся инопланетянами. Отрекаюсь от гадания на кофейной гуще, картах, бабах, хлебе, руке, чаромантии и гадания по внутренностям животных, по облакам, луне и другим небесным телам, по выражению лица, по цветам, посредством расплавления олова из патрона, на мозаики, на фотографии, на иконе и подобном имени. Отрекаюсь от лженауки астрологии и связанных с ней гороскопов, знаков зодиака и гадания по 12 созвездиям, даже и в тех случаях, когда лжеучители связывают их с символами из Библии. Отрекаюсь от яре и реанкарнации и связанных с ней метапсихических и метафизических поклонений и псевдолечений. Отрекаюсь от оккультных упражнений и поклонений об гоф и лжеучений Дальнего и Ближнего Востока. Отрекаюсь от экстрасенсов и связанных с ними и оккультных псевдолечений, лжемагнитных биополей и лжемагнитных биотоков. Отрекаюсь от гипноза и связанными с ним заворожениями, лжелечением и изучением иностранных языков посредством гипноза. Отрекаюсь от всякого оккультиста, мага, экстрасенса, контактора, сатаниста, антихриста и от какого-либо оккультного источника и перерываю свои связи с ними, потому что они слуги дьявола. Отрекаюсь от сатанинской музыки и танцев, посредством которых слушающие и танцующие призываются к сексуальной развращенности, принятию наркотиков и прославлению сатана и демонов. Отрекаюсь от всякого оккультного любопытства относительно моего прошлого и будущего, также и в отношении моих близких, друзей, знакомых и врагов, если только это мне не открывает Божий Дух и служит для моего их покаяния. Отрекаюсь от посылки ртуси, от произношения клятв, заклинаний, применения магических действий и их снятия, включая и так называемую белую магию, потому что маги слуги дьявола, а он никогда и никому не сделал ничего хорошего. Отрекаюсь от амулетов и талисманов, пасьянцев и азарта. Отрекаюсь от поиска воды, сокровищ, археологических памятников, церквей, монастырей и других объектов, находящихся под землей посредством так называемого лозоискательства путем использования рамок, виноградной лоза или деревянная палочка, медной или железной электроды, которые реагируют на наличие месторождения. Отрекаюсь от связи с ангелами, богами, святыми и какими-либо инопланетянами посредством постукивания, вращения или подъема палочек, ключей, картонок, букв, отвесов, столов, книг и даже библии, также и от использования услуг ясновидящих, которые гадают на сахаре посредством взывания умерших святых или умерших наших близких и родных. Отрекаюсь от автоматического писания и рисования и так называемой психометрии. Отрекаюсь от становления диагнозом больным и от средств их лечения посредством иглы, отвеса, кольца и волоса или нити, как и от измерения давления, таким путем. Отрекаюсь от всякого культа, обряда, традиции, предрассудка, учений, философии или лжерелигии, которые отвергают иметь Господа Иисуса Христа, противоречив его искупительной жертве для человечества на Голгофском кресте или искажают его учения и единства Святой Троицы. Отрекаюсь от связи с ангелами, богами, святыми и какими-либо инопланетянами посредством постукивания, вращения или подъема палочек, ключей, картонок, букв, отвесов, столов, книг и даже Библии, также от использования услуг ясновидящих, которые гадают на сахаре посредством взывания умерших святых или умерших наших близких и родных. Отрекаюсь от автоматического писания и рисования и так называемой психометрии. Отрекаюсь от становления диагнозом больным и от средств их лечения посредством иглы, отвеса, кольца и волоса или нити, как и от измерения давления, таким путем. Отрекаюсь от всякого культа, обряда, традиции, предрассудка, учений, философии или лжерелигии, которые отвергают иметь Господа Иисуса Христа, противоречат Его искупительной жертве для человечества на Голгофском кресте или искажают Его учения и единства Святой Троицы. Считаю за юридиков, безбожников, атеистов, антихристов и предателей христианства всех, кто мышленно искажает, отрицает, отвергает некоторые части или отрывки Нового Завета или даже только одно слово из Никиоцареградского символа веры. Отрекаюсь от всей оккультной, атеистической, богохульной, юридической, фашистской, коммунистической, порнографической, сатанинской литературы и музыки. Обещаю, не распространят такую духовную отраву посредством радио, телевидения, газет, журналов, книг и т.д. Принадлежащие мне книги, газеты, журналы, брошюры, аудио-видеокассеты и т.д. С подобным содержанием я уничтожу посредством жигания, так же как это сделали покаявшиеся маги в Гефесе. Деяние 19.19 Во имя Господа Иисуса Христа перерываю и уничтожаю всякую демоническую наследственность, постигшей меня из-за непослушания со стороны моих родителей, предков и родственников. Отказываюсь от членств в богопротивных, атеистических, террористических, преступных, бандитских, сатанинских, оккультных партиях и организациях, чьи цели достигаются посредством насилия, террора, грабежа и убийства накомыслящих. Отрекаюсь от служения чужим разведкам, от написания донесений, от предательства, клеветы и проведения шпионской деятельности. Исповедоваю и оставляю следующие грехи. Богохульство, святотатство, кощунство и отрицание Святой Троицы. Идолопоклонство, поклонение творению, сребролюбие, любостяжательство. Принесение жертв идолам и сатане, идольских и сатанинских жертв. Хулю, непокорство и нанесение побоев родителям. Хула богослужения, совершаемого во имя Божьей в каком-либо из христианских вероисповеданий, деноминаций, домов или мест. Уничтожение Библии, новых заветов или богослужебных книг, осквернение церковных, библейских, евангельских символов, книг, предметов, видеокассет, икон или картин с библейским содержанием, а также нагробных памятников каких-либо умерших людей. Блудство, прелюбодеяние и различные формы сексуального разврата, мужелушство и скотоложество. Глубные, сладострасные вожделения, исповедь имен вожделенных мужей и жен с молитвой об их сохранении от блудных духов, мастурбация, самоудовлетворение, разрушение семьи не на основании прелюбодеяния, отказ от детей, рождение внебрачных детей, совершение абортов и давание советов делать подобные вещи. Кража денег, благ, материальных ценностей, земельных участков, чужой славы и злоупотребление государственными личными средствами с целью совершения преступных действий. Краденное нужно немедленно вернуть. Ложь и дача ложных показаний перед судом и церковью, перед средствами массовой коммуникации. Осуждение невинных и оправдание виновных посредством имеющейся власти. Принятие и дача взяток. Преследование, угнетение и презрение вдов, сирот, бедных, странников, иностранцев, слепых, инвалидов, глухих, немых, бесноватых, несчастных, больных, находящихся в депрессии пожилых людей и присвоение их наследства путем обмана. Предумышленное убийство, отмщение, ненависть, гордость и высокомерие. Хулы и насмешки в отношении даров и служения Святого Духа. Физическое, материальное, психическое насилие над инакомыслящим человеком. Производство, торговля, злоупотребление с оружием, наркотиками, отравленной нечистой пищей, алкоголем, сигаретами, изотопами. Напрасное произношение Божье во имени и его связывание с ложью, дача ложных показаний, клятвой и клеветой. Соблазнение или насилование. Проповедь Ярисы чего-либо отличающегося от Евангелия Христа и Нового Завета по церквям и в каком-либо другом месте. Фальшивые претензии лиц, не отвечающих библейским требованиям для служения дарами в Христовой Церкви. Коварство, вероломство и насильственный захват церковной власти. Стыд и страх исповедовать веру в Бога и Господа Иисуса перед безбожным, извращенным и нечестивым миром. Отказ от христианских убеждений и согласия с убеждениями антихристов. Проповедование атеизма. Рассказывание богохульных и политических анекдотов, в которых надсмехаются над христианами и управляющими. Участие в наркотрафиках и оружейных трафиках. Прозелизм, вербовка или соблазн верующих или неверующих посредством предложением денег, богатства, славы, репутации, здоровья и счастья, мужей или жен как супругов или любовников, подарков, наград или помощи с целью сделать их членами определенной динаминации или вероисповедания, а не на основании их убеждений. Проявление гнева, буйства, человеконенавистничества, расизма, шовинизма, антисемитизма. Лицомерие и двуличие. Проявление жестокости по отношению к людям, животным, птицам. Умышленное и постоянное нарушение правил и законов движения, как пешеходами, так и водителями ДТС. Нарушение законов страны, в которой живем или временно находимся. Чревоугодничество, лень, нечистоплотность. Злоупотребление с государственной или церковной властью. Участие во власти, которое используется для террора, внесения страха, цензуры и совершения насилия над инакомыслящими людьми. Предложение, голосование и применение антинародных, антинациональных, антирелигиозных или расистских законов. Создание законов, служащих определенной партии, сословия, классе, расе, мафии, коалиции и даже только одной личности. Не платить государству, в котором мы живем пошлину. Нейтральное поведение, поддержание и голосование за партию или коалицию антихристов, которые пытаются явно или негласно отнять наше право верить и поклоняться Богу и жить по его стандартам. Ненависть, хула, клятву против главы государства, против правительства, управляющих и начальников. Согласие, гласное или негласное с тем, чтобы в нашей стране не изучалось христовое вероучение. Преследование, клевета, репрессии, увольнение с работы из-за веры какого-либо христианина, проповедующего полное и чистое Евангелие Христа. Преследование и клевета на священнослужителей из какого-либо христианского вероисповедания. Кражи церковных и монастырских предметов, утвори, икон, средств, даров, захват незаконным или узаконенным путем посредством национализирования церковных и монастырских приходов. Ограбленное необходимо немедленно вернуть. Произнесение плохих проповедей, бесед и рассказывание нецензурных анекдотов и рассказов, которые развращают добрые нравы. Проповедь религиозной, национальной расисткой ненависти. Торговля детьми и взрослыми. Усыновление незаконным способом посредством денег со стороны родителей или государственных детских домов. Кража, похищение детей с какой-либо целью. Проституция и сутенерство. Торговля женщинами для публичных домов. Употребление и продажа животной крови, кровяной колбасы, трупного мяса и удавленины. Торговля человеческой кровью, кровной плазмой и человеческими органами. Каннибализм. Зомбирование, умышленное нанесение нервной или душевной травмы посредством гипноза, чародеяния, магии, медикаментов, наркотиков, трав и других средств. Служба и льботы в армии, организациях, партиях или мафиозных организациях, которые вредят интересам и расхищают богатство, сокровища и казну нашей страны. Ограбление страны посредством заключения незаконных торговых сделок и споразумений. Умышленное укрывательство заразных заболеваний или употребление средств для того, чтобы передать заразные заболевания другим людям, спид, сарс, сифилис, туберкулез, токсический гепатит, гепатит и другие заразные болезни. Отказ помочь погибающему или попавшему в аварию человеку. Доведение до смерти больного человека посредством лишения его пищи, тепла, посредством огнетения, побоев или призыва к самоубийству. Невыполненные обруки, обещания, клятвы, посвящения. Умышленное укрытие радиации, опасных химических, бактериологических и других вредных веществ, отработающих с ними использование изотопов и ядов для нанесения вреда или для умерщвления какого-либо человека. Захват недвижимого имущества или земельных участков и умышленный саботаж возврат их владельцам и их наследникам. Перенос старой межи. Молитвы к Богу со зложелательными и сибирчными мотивами. Клятву во имя Божьей и во имя Сатаны. Написание и исполнение песен, которые прославляют Сатан и его служителей, антихристов. Я также признаю, что не выполнял двух новозаветных заповедей о любви к Богу и ближнему. Я не любил господа своего Бога со всей душой, со всем разумом, со всей силой и ближнего как самого себя. Есть люди, которых я ненавидел и ненавижу. Сейчас от всего сердца я их прощаю, будь они мертвыми или живыми, следуют имена этих людей. Также в моей жизни было много случаев, в которых я знал и мог сделать добро, но не сделал его и таким образом я согрешил. Господь Иисус Христос, прошу Тебя, прости мне все мои наследственные, смертные и несмертные грехи, которые я совершил вольно или невольно в мыслях, словах или делах. Развяжи меня и освободи меня от каждого проклятия, клятвы, заклинаний и волшебства, от каждого лживого, нечистого, злого духа, духа болезней и замени их духовными, физическими и материальными благословениями. Я предаю свой дух, душу и тело в Твои пригвожденные руки. Возьми меня и веди меня куда тебе угодно и как тебе нужно. Желаю пока я жив и после смерти быть с Тобою, Господь Иисус Христос и с Твоими святыми. Во имя моего небесного Отца, Творца и Властелина Вселенной, во имя Его единородного и возлюбленного Сына, который мой Господь и Спаситель, Иисус Христос и через огонь силы и действия Святого Духа я приказываю всем духам болезней и чистым духам покинуть мое тело и пойти туда, куда Господь определил вам место. Благослови меня Господь, в мире с Богом и человеком братом, жизнь в любви к Богу и человеку брату. Аминь. Некоторые искренние христиане исповедовались и говорили, десятки лет мы ходили в церковь, а находились во тьме. Мы называли себя верными, правоверными, православными, а одновременно с этим сожительствовали с грехом. Мирный договор открыл нам глаза. Другие считали астрологию за науку, но в какой школе изучается подобная наука кроме тех, которые недавно появились, созданные антихристами. Третьи думали, что, только соблюдая определенные ритуалы и традиции спасутся, а одновременно в своем незнании совершали оккультные и смертные грехи. Другие верили, что колдунии, гадалки, экстрасенсы, ясновидящие, контакторы, оккультисты и маги служат Богу, а не дьяволу. Четвертые верили, что учение йогов это физкультура, а не оккультное, демоническое учение. Пятые думали, что разговаривать с умершими не является грехом и т.д. В августе 1995 года одна сестра засвидетельствовала, что после того, как внимательно прочла мирный договор грешника с небом и искренне покаялась, она была полностью исцелена и освобождена. Она обнимала и целовала написанное в нем, ликовала, благодарила и прославляла Бога. Нужно знать, что не бумага и буквы являются причиной ее исцеления и освобождения, а Святой Божий Дух, который всегда готов исцелить и освободить во имя Иисуса Христа, если мы искренне исповедуем наши грехи и оставляем их, если мы верим и не сомневаемся, что за все наши грехи, неправды, беззакония и пороки, Господь Иисус Христос пролил свою божественную и святую кровь. Есть евангельские пастыри-учители, которые отвергают мирный договор грешника с небесным царством, потому что он не имеется в Библии в таком же формате. Они похожи на того арабского военачальника, который, в огромную библиотеку с бесчисленными книгами и папирусами, сказал, «Если написанное в них имеется в Коране, то оно лишнее, а если его нет, оно вредно. Сожгите библиотеку». И она была сожжена и сгорела до основания. Если новообращенный заключил мирный договор с небом, но все еще не может освободиться от порабощающих пороков, не имеет душевного мира и радости спасения, он не должен отчаиваться. Пусть он зайдет в свою комнату, когда там никого нет, закроет за собой дверь, встанет на колени перед своим спасителем и помолится, если он болен и не может встать на колени, пусть молится в постели. Пусть он вспомнит все грехи, которые он помнит до этого момента и помолится, сказав, «Господь, я совершил то-то и то-то, сказал это и это, пожелал то и то, пожалуйста, прости меня». Таким образом, пусть он молится о каждом совершенном грехе. Господь пошлет ему духа покаяния и поможет ему вспомнить все грехи, неправды и беззакония. Если он вспомнит, что кто-то его обидел словами, нанес ему телесные повреждения или его не оправдал, пусть скажет, «Господь, я дал ему повод для того, чтобы он ранил меня, но даже если я не давал ему повода, и даже если я полностью невиновен, я от всего сердца ему прощаю и прошу тебя, чтобы ты ему простил». Это самое трудное, простить тем, которые причинили нам зло, без какой-либо вины с нашей стороны. Но именно в этот момент мы приносим первый плод покаяния и начинаем уподобляться нашему Господу и Спасителю, который простил тех, которые без причины его били, приковали на кресте и убили. Возможно, что после того, как он простил всех тех, кто его ранил и оскорбил, после того, как он молился за своих врагов, исповедал каждый грех и молился о его прощении, снова продолжает находиться в депрессии. Тогда ему необходимо исповедать именно то, что его мучает перед группой христиан, которые рождены свыше, руководимы светом духом и имеют власть изгонять духов. Пусть они развяжут, освободят его во имя Иисуса Христа, изгоняя соответствующего духа. Уверовавших же будут сопровождать все знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Марк 16-17 Преступлением является объявить крещенным святым духом демонизированного человека. Некоторые исповедоваются, мне сказали повторить несколько незнакомых слов, и я их повторил. Тогда меня объявили крещенным святым духом, но я не знаю, действительно ли это так, потому что я не говорю на новом языке. Мне объяснили, что некоторые имеют дар говорения на иных языках, но я не имею такого дара, а имею примету языка, который является свидетельством того, что я крещен святым духом. Такой примет у языка в Библии не имеется и говорит о том, что такие крестники являются лжеучителями. Подобная ложь приводит в смятение умного обращенных и препятствует их исцелению и освобождению. Господь Иисус Христос не говорил, что уверовавшие будут иметь примету языка, а сказал ясно, что будут говорить новыми языками. Марк 16-17 Уже учением также является учить людей, что крещение святым духом является ненужным, лишним и опасным. Святой дух не случайно предупреждает нас через апостола Иакова, «Немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению Иаков». 3-1 Пришла молодежь из Евангельской церкви и спросила меня, «Брат, мы какие дары имеем?» Я спросил их, «Почему спрашиваете меня?» «Потому что одна пророчица распределила нам дары». Одному сказала, что он имеет дар изгонять духов, другому, что имеет пророческий дар, третьему, дар чудотворения, четвертому, дар иных языков, пятому, истолкование языков, шестому, развлечение духов. Я спросил у той, которой было сказано, что имеет дар развлечения духов, «Как ты их различаешь?» Она ответила мне, «Я не знаю». Убеждать человека, который не рожден свыше, не крещен Святым Духом и в чьей жизни не имеется духовный дар, в том, что он рожден свыше, крещен Святым Духом, и что в его жизни имеются духовные дары, соответствуют тому, как убеждать человека, который никогда не видел моря, что он является профессиональным моряком. Появились лжиучители, которые учат новообращенных христиан и сгонят духов, называя их червяками, гусеницами, топтать их ногами, на подошвах писать мелом Сатана и говорить, «Сатана, ты червяк, ты гусеница, я топчу тебя и приказываю тебе покинуть этого человека». Из-за этого безумия пострадали многие молодые люди, которые были депрессированные, а некоторые демонизированные. Писание говорит, «Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукавого». 1 Иоанна 2.13 Какими героями являются юноши, если они победили всего лишь одну гусеницу или одного червяка, которые могут быть склеванными и проглоченными воробьем? Недооценивание Сатаны является отклонением от учения Христа и от священного Писания, а отклонение является условием для поражения. Всякий, приступающий учение Христа и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Тот, кто хочет познакомиться с силой дьявола, пусть прочтет первую и вторую главу книги Иофф. Привожу только два стиха. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец от рукав и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить себе и отошел Сатан от лица Господня и поразил Иоффа проказой и улетой от подошвы ноги его по самой теме его». Иофф 1.16.2.7 Ко мне приходили немало молодых людей, которые находились в депрессии и даже были одержимыми, после того, как они изгоняли Сатану, называя его червяком, гусеницей, ничтожеством и другими подобными названиями. Большая часть из них изгоняли дьявола из неверующих, не покаявшихся, изотеистов и антихристов, что никогда не произойдет, если они или их родители не уверуют, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, который умер на Голгофе за их грехи и воскрес на третий день для нашего оправдания. Бог хранит авторитет Слов Христа, а Божий Дух говорит. Они верующие в Сын на не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ин.3.36. И еще говорит, «Тому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Ин.8.24. Некоторые проповедники учителя попадают в смешные ситуации. Они выдают себя за экспертов по изгнанию бесов, но сами никогда не изгоняли бесов, другие выдают себя за специалистов по говорению на иных языках, но сами не говорят иными языками. Когда такие эксперты учат вас, как говорить иными языками и как изгонять бесов, спросятся их, говорят ли они сами на иных языках и могут ли они изгнать бесов из-за держимого человека. Если они не могут, скажите им, что лучше пусть они будут молчать. Такие учителя и проповедники похожи на тренеров по боксу, которые никогда не перешагивали веревки на ринге или на тренеров по парашютизму, которые никогда не прыгали с парашюта. Представьте себе инструктора по вождению, который никогда не садился за руль и не ездил на машине. Легко догадаться, дойдут ли до финиша такие спортсмены, обучаемые подобными учителями и тренерами. Внимание! Не изгоняйте бесов из непокаявшихся и неуверовавших отейстов, антихристов, мормонов, мунистов, оккультистов, экстрасенсов, магов, бахаистов, последователей иеговы, последователей Петра Днова, медиумов, спиритистов, йогов, кришнаитов, контактеров и других еретиков, чтобы вам не попасть в объятия дьявола. Но если ты уже попал в его копкан и хочешь быть освобожденным, не думай, что кто-то другой кроме освободителя духовных рабов, Господа Иисуса Христа может освободить тебя. Приди к Нему и заключи мирный договор с Небесным Царством. Исповедуй, отрекись и остав свои грехи и Он освободит и исцелит тебя. Да будет благословен наш Господь Бог, Творец и Властелин Вселенный, Который так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного и умереть за нас, чтобы освободить нас от Сатаны, греха и смерти и научить нас самой великой науки, вероучению, чтобы мы знали Божью волю и исполняли ее и имели мир, радость и вечную жизнь во Христе Иисусе. Мирный договор грешника с небом сам по себе, без Господа Иисуса Христа не может никого спасти, родить свыше, освободить и исцелить. Он как зеркало, в котором, каждый может увидеть, где и чем он испачкался. Но зеркало, сколько бы мы ни оглядывались в нем, не может нас очистить. Оно только показывает нам, что мы нуждаемся в очищении. И если плотская нечистота очищается водой, препаратами или мылом, то духовная нечистота очищается только святой кровью Божьего Агнца, Господа Иисуса Христа, пролитой на Голгофском кресте за грехи всего мира. Спасибо тебе, Господь Иисус Христос, что ты взял на себя мои немощи и понес мои болезни и умер за меня, чтобы искупить меня от проклятия греха. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты обличаешь, ободряешь, утешаешь, освобождаешь и исцеляешь во имя Иисуса Христа. Будь моим наставником, учителем и руководителем везде и всегда. Возьми под свой контроль вся сфера моей жизни. Слава Тридиной и Единосущной Троицы, один Бог в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, даруй брат, дорогая сестра, садись за руль и держи управление своей жизни. Внимательно прислушивайся к советам самого великого Учителя, который всегда и везде с нами и в нас. От внимательного выполнения его заповедей будет зависеть твоя судьба и жизнь. Поторопись искренне покаяться, чтобы смерть не застала тебя неуверовавшим и непокаянным, потому что есть нечто более страшное, чем смерть тела и это вторая смерть, смерть души. Господь Иисус Христ изговорит истину, предупреждая нас, не больтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а больтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гиене. М.Ф. 10.28. И Святой Дух через данное святому Иоанну богослову видение предупреждает нас о том же. Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть от отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть от повержена в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Откровение. 20.11.15. Петр Велев. Субтитры создавал DimaTorzok